Ну вот, что бы сделал вменяемый человек, нормальный человек, после второй части моего скромного расследования про Крым, когда я опубликовал то, что принято называть оперативной съемкой. То бишь, вымогательство денег за решение вопроса, передача этих денег. Ну вот, что сделал бы адекватный человек, тот, который засветился на этом видео? Ну, что бы сделал, если бы он не был татарским активистом? Да, конечно же, этот человек постарался или бы краями разойтись с потерпевшим, вернув ему деньги, там, эти несчастные, 500 долларов. Или же, ну, я не знаю, или же зарылся бы в песок. Ну, в благородных домах принято стреляться после такого, когда все вдруг узнали, что ты, ну, что ты крыса, да? 500 гривен, это 20 долларов. То есть, я вам дал сейчас 460. Ага, хорошо. 460 я дал, вот, типа, и... Ну, это я говорю про вменяемых людей. А если перед тобой не вменяшка, а активистка по жизни, и у которой там индульгенция есть в определенных местах, и плюс еще крыша в виде Джимилевых и Чубаровых, а также фоточек с поросюком, то, наверное, ты ведешь себя неадекватно. А особенно, если ты хлебнешь, как я понимаю, судя по лицу огненной воды, и начинаешь исполнять. Наша героиня начала слать смс-ки. Субтитры создавал DimaTorzok Вы скажете, подожди, подожди, Анатолий, откуда нам знать, что это ее номер? Да, это, может, не ее номер? Ну, давайте посмотрим. Вот здесь представители Киевского Майдана, знакомые все лица, и указан номер телефона, по которому можно связаться с общественниками. Предыдущее сообщение, которое вы читали, это от общественников. Ну, потерпевший вот сейчас, в данную минуту, отправляется в полицию. В ту самую полицию, которую курируют, там, такие уважаемые люди, как Мустафа Найем, да, который говорил, что в полиции-то теперь обращайтесь в полицию. А мы посмотрим, помогут ли ему в полицию или нет. И будет ли кто-то продолжать жить в Межигорье, требовать деньги, рассказывать о том, как надо провозить через границу товары, правильно, со своими людьми. Ну, посмотрим, посмотрим. Хотя я знаю уже, что мы увидим в конце, а вы нет?